Сегодня мы поговорим о теме работы с Арканами Таро. Сегодня мы поговорим о цикле Fireball 2, в ходе которого мы знакомимся и учимся работать с Арканами Таро. Мы поговорим сегодня с вами о теме работы с Арканами через треугольники и рассмотрим работу с нижним правым треугольником Арканов 22, 19, 18, 22, 21, 20 Арканы. Для начала давайте поговорим о том, какие в принципе существуют сценарии для эволюции сознания человека, для развития сознания человека. Мы говорим о том, что человек состоит из двух частей и является телом и сознанием. При этом мы используем модель чакр человека. И чакральная система описана в индийской традиции эзотерической. И используя систему чакр, мы говорим о том, что тело человека соответствует трем нижним чакрам, а сознание человека соответствует трем верхним чакрам. И вот посередине у нас находится анахата чакра, которая представляет из себя как бы некую пограничную чакру. То есть по низу это является разум нашего тела и середина верха анахата чакры это уже наше сознание, наш ментал, наше ментальное тело. Мы говорим о том, что человек проходит свою эволюцию снизу вверх, как бы последовательно. И в ходе жизни нарабатывает некий опыт в разных частотных диапазонах. Сначала опыт заполняется на уровне младхара чакры. Первая каста, так называемая, связанная с физическим телом, физическим миром, каким-то физическим трудом. Далее идет вторая каста свадхистана чакра, связанная с коммуникацией и так далее. И свадхистан у нас связана с эфирным телом. Дальше третья чакра манипура, желтая связана с астральным телом. И это у нас будет третья каста, каста волны. И дальше с уровня манипуры выше идет уровень анахаты. Где мы имеем дело уже с чакрой первой, которая соответствует нашему сознанию, нашему ментальному телу. То есть если уровень манипура чакры, это астральное тело и это наш организм, уровень тела. То дальше начинается уже проработка нашего сознания. Начинается уже ментальное тело, первое, самое низкочастотное ментальное тело анахаты чакры. И здесь начинается уровень экстрасенсов и отсюда начинается магия. Таким образом, когда мы говорим об эволюции, о развитии сознания, мы можем использовать модель чакр для того, чтобы описать вот эти шаги нашего развития, нашей эволюции. То есть сначала прорабатываются нижние тела, прорабатывается организм человека, структурируется физическое эфирное астральное тело. И когда опыт как бы уже в этих частотных диапазонах этих чакр наработан, начинает нарабатываться сознание. И человек становится больше сознанием, нежели телом. И на уровне анахата чакры человек становится экстрасенсом. Здесь у нас начинает накапливаться энергия, мы начинаем накапливать опыт взаимодействия. Уже на уровне нашего нижнего ментального тела. И дальше идет развитие сознания. Мы говорим о том, что вот эти шаги эволюции нашего сознания можно тогда разбить на этапы. В зависимости от того, какой частотный диапазон у нас прорабатывается. Где мы получаем опыт, где идет прошивка. То есть чакры, они нумеруются как бы снизу вверх. То есть первая чакра 1, оранжевая свадхистана 2, манипура 3, четвертая чакра 4. И дальше мы говорим об уровнях... Мы говорим о том, что на анахате начинается четвертая каста. И эту четвертую касту мы делим на 4 уровня. То есть получается 4.1, анахата 4.2, вишутха чакра 4, триаджна и так далее. И используя эту нотацию, мы можем разделить путь эволюции человека от тела обыкновенного к человеку совершенному на этапы. Первый этап у нас получается от третьей касты к четвертой, да, 3-4.1, диапазон манипура анахата. Второй, то есть переход с третьей касты на анахату, переход в касту маговств, переход как бы в касту экстрасенсов. Второй этап, это проработка самого диапазона анахата чакры. Это наработка, практика экстрасенсорики, становление экстрасенсов, да, диапазон 4.1. Дальше, проработав этот диапазон, человек начинает прорабатывать уровень 4.1-4.2, как бы верх анахаты чакры, низ вишутха чакры. И проработав этот промежуточный диапазон, мы попадаем на уровень 4.2, прошивка диапазона вишутха чакры. То есть, таким образом, используя вот эту модель чакр, мы можем разделить путь эволюции сознания, развития, совершенствования человека на вот эти этапы. И к чакрам, к этим диапазонам у нас привязана точка сборки. То есть, говоря про касту, про диапазон, мы говорим о том, что здесь у нас находится точка сборки нашего восприятия. И, соответственно, с ходом вашей эволюции, ваша вот эта точка сборки, некий энергетический орган, находящийся на поверхности тела, точка сборки поднимается выше, и ваше восприятие меняется. Вы начинаете воспринимать более многомерный мир. Значит, первая модель, модель чакр и модель частотных диапазонов. Понятно ли вот это? Дальше мы говорим о схеме дерева Сефирот. Мы говорим о том, что в каббалистической традиции содержится схема дерева Сефирот, которая описывает строение сознания нашей планеты. Современные ученые говорят о том, что у планеты есть биосфера и есть ноосфера. Говорится о неком информационном поле нашей планеты, о том, что планета разумна, о том, что этот разум как бы отличается от разума человека, о том, что это разум другого порядка. То есть разница примерно такая же, как, скажем, разум нашей клетки, нашего тела и наш разум нашего сознания. Примерно такой порядок разницы между сознанием человека и сознанием планеты. И в каббалистической традиции существует схема дерева Сефирот, которая описывает структуру вот этого сознания планеты. На этой схеме дерева Сефирот мы видим круги, шары, которые обозначают миры. В том числе и в самом низу находятся... и эти шары, они называются Сефиры. В самом низу находится десятая Сефира, Малькут. И эта Сефира представляет собой вот этот физический мир, который нас окружает. Помимо физического мира мы говорим о том, что существует астральный мир, мир некого астрала, о том, что это тоже свой мир, такой же, как бы наш физический, да, только более высокочастотный, находящийся как бы на тонких планах где-то. Так вот, этот астральный мир, он соответствует Сефире Есот, девятой Сефире, которая находится у нас вот здесь вот. И так далее. Помимо вот этого мира физического, мира астрального, у нас есть еще, как бы, да, в сознании планеты восемь других Сефир, и это восемь других миров, которые существуют. Эти миры, они соединены между собой каналами, энергетическими потоками. Каждый мир обладает своим энергетическим потенциалом, и этот потенциал, он идет сверху вниз. То есть самым огромным потенциалом обладает Сефира Китер, как бы некий изначальный свет. И эта Сефира, она вниз проецируется, и образует, как бы, остальные Сефиры, остальные миры. И между этими мирами существует энергообмен, течет энергия, поскольку существует разница потенциалов, да, то есть энергия в канале будет идти, как бы, сверху вниз. От Сефира и сбой, от мира, как бы, с большим потенциалом в мир меньшего потенциала. Мы говорим о том, что вот в этой структуре сознания нашей планеты, вот в этой новой сфере, информационном поле Земли, помимо миров, существуют еще каналы, некие потоки сил, которые соединяют эти миры. И существует настройка на эти каналы, которая и называется Аркан. То есть Аркан, это некое, как бы, веревочное лассо, которым можно ловить, там, мустангов, лошадей. И Аркан, это некий способ настройки сознания мага на вот эти потоки силы нашей планеты. Что позволяет магам многократно усиливать свое сознание, свой разум и совершать, как бы, огромную работу, не тратя при этом, как бы, особо свою собственную энергетику. То есть вот это модель Арканов, модель дерева Сефирот. Вот, это у нас здесь в схеме, как бы, вторая, второй сценарий, как бы, да, эволюцию человека, описание. И это, эти, как бы, сценарии являются некими моделями. И мы с вами выясним, что эти все модели, они описывают, как бы, одну и ту же реальность. Просто эти, каждая из этих моделей, она дает, как бы, свой кусочек пазла, который нам в итоге, собрав которое, вы увидите общую картину, как происходит эволюция сознания человека. И, соответственно, как эффективно можно этой эволюцией заниматься и свое сознание развивать, развивать себе магические свойства. Значит, мы посмотрели модель чакр, посмотрели модель дерева Сефирот. Но дальше оказывается, что существует соответствие между чакрами и этой схемой дерева Сефирот. И, соответственно, оно отображено на данном рисунке. То есть, мы видим, что Муладхара чакре соответствует нижняя Сефира Малькут. Манипура чакре будет соответствовать Сефира Есот. Между, как бы, здесь будет Сефир... Здесь будет уровень Сатхистана чакры, как бы, да. Дальше, вот это уровень 17-го аркана. И Сефира Ход Ницах. Это уровень Анахата чакры. Да, дальше Сефира Тифириад. Здесь это уровень Вишутха чакры. И вот тут, вот, девятый аркан Таро. Это уровень Аджна чакры. И так далее. То есть, существует соответствие. Но мы говорили, что... Мы на предыдущем слайде говорили об, как бы... Вот этих диапазонах проработки, диапазонах, как бы, эволюции, да. 3-4-1-4-1-4-1-4-1-4-2. И дальше выясняется, что вот эти... Проработка этих диапазонов, она связана с отработкой арканов Таро. С работой с вот этими силами. То есть, человек является частью планеты. Планета обладает определенной энергетикой, структурой. И человек развивается и эволюционирует внутри, в рамках планеты. И в рамках своей эволюции мы начинаем взаимодействовать с теми или иными силами, вот этими энергиями, в зависимости от того, на каком уровне эволюции мы находимся. То есть, люди первой касты, они... Их восприятие находится в сефире Малькут. Как бы, да, люди второй касты, они могут взаимодействовать там либо с 21-м, либо с 22-м, либо с 19-м. С этим каналом, которые связаны с тремя мировыми религиями. Соответственно, да, в зависимости от того, какой из религий относится человек, он будет с тем или иным каналом взаимодействовать. Будет в рамках этого канала дальше развиваться. Да, то есть, здесь дальше, как бы, уровень Манипура, чакры, сефира, есот. Как бы, выше... То есть, до Манипуры мы можем иметь дело только с тремя каналами, которые доступны человеку, и все. Начиная с Манипура и выше появляются еще, как бы, два канала. Да, 22-й канал здесь заканчивается, но появляются 20-й и 18-й канал.